Добрый день, дорогие зрители! И снова с вами передача о новостях Голливуда и его окрестностей. Итак, приступим. Мила Йовович приглашена на главную роль в новом фильме режиссёра Майкла Альмирейда. Он собрался экранизовать пьесу Шекспира Цимбилин. Злобная королева хочет выдать падчерицу за своего сына и строить девушке всяческие козни. Режиссёр хочет пьесу осовременить и добавит туда байкеров и продажных полицейских. Господи, бедный Шекспир! Он в гробу перевернётся. А у Кэти Перри неприятности. Продюсер Дилан Фрэнсис обвинил её в краже идеи для клипа. В обоих клипах используется СМС с текстом музыкальной композиции. Только у Перри они снабжены разными смайлами. Певица пока публично не ответила, но вроде бы написала Дилану личное письмо. Правильно. Тырить надо так, чтобы за руку не хватали потом. И никто, чтобы даже не заметил. И ещё одна новость про Кэти. Она выпускает свой новый альбом в содружестве с Джоном Майером. Эта совместная работа ознаменовала восстановление их отношений. Влюблённые расставались в марте, но разрыв был недолгим. Четыре месяца врозь и накопилось столько творческой энергии, что сразу и альбом созрел. Бритни Спирс потратила почти половину заработанных в прошлом году денег на ресторанах фастфуда. Ну, простите, но она и жрать. Да и сумма набежала внушительная. Почти 6 миллионов из 14. И вот тут возникает вопрос, а сколько Бритни потратит потом на диетологов, косметологов и так далее и тому подобное. Ведь это не только вредно для фигуры, но и, в общем-то, и для здоровья. Ах, не бережёшь ты себя Бритни вообще ни капельки. А Кевин Федерлайн, бывший муж Бритни, женился в Лас-Вегасе на своей подруге Виктории Принц. Поездка была обычная, и Виктория не подозревала, что Кевин готовит ей сюрприз в виде публичного предложения руки и сердца. Боже, какой романтичный мужчина. Не прошло и пяти лет, как решил жениться на матери своей дочери. Ну, герой, конечно, герой. А Дженнифер Энистон отказалась лететь одним рейсом с Анжелиной Джоли. Дамы стараются не встречаться лицом к лицу после того, как Джоли увела у Энистон Брэда Питта. Обе женщины должны были лететь в Лондон, и агенты Энистон костьми легли, но билеты поменяли. Кроме того, соперницы должны были остановиться в одной гостинице, но ни одна из них в своём номере не появилась. Вот представляем себе картину, как обе дамы придирчиво выискивают имя своей вражины. Во всевозможных списках и с диким скандалом пытаются эту самую вражину из списка выкинуть. Господи, боже мой. На сегодня это всё. Ждём вас в наших следующих программах. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.